Парни и девчонки, всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами очень актуальную тему, с которой сталкивается каждый человек, накопивший или заработавший 1 миллион рублей для покупки автомобиля. Казалось бы, 1 миллион рублей в принципе хорошая сумма. И еще 3-4 года назад за эти деньги можно было купить хороший автомобиль, новый, D-класса, не в самой базовой версии. Сегодня, на момент 2017 года, сейчас 4 апреля, что можно купить за 1 миллион? Если брать машину в максимальной комплектации и так, чтобы еще что-то осталось на каско, на какие-то первые нужды, смотрите, Kia Rio в максимальной комплектации 950 тысяч рублей прайсовая цена, Hyundai Solaris порядка 900 тысяч рублей и так далее. Если рассмотреть автомобили чуть получше, ну тоже что-то из корейцев или даже японцев, по сути, все дорого. За 1 миллион ты нового хорошего, сейчас ничего не возьмешь. Так вот, с чем многие сталкиваются? Имея миллион рублей, покупать какого-то там корейца, да нахрен это надо, лучше я себе куплю трехгодовалого немца. И именно поэтому сегодня мы с вами рассмотрим Mercedes C-класса. Друзья, но прежде чем мы продолжим обзор, нажмите сейчас, пожалуйста, на паузу и напишите ваше мнение, что бы вы купили, имея 1 миллион рублей, при условии того, что этот автомобиль будет там 2-4 лет, не старше, не моложе. Значит, что мы имеем сегодня? Mercedes C-180 компрессор 2013 года, пробег у автомобиля порядка 66 тысяч километров, выпускался данный кузов Double 204 с 2011 по 2014 год, 156 лошадиных штилл, 1,6 объем двигателя, работает в паре с 7-ступенчатым автоматом. Смотрите, друзья, вот такой аппарат сегодня на Автору 2013 года можно найти порядка 1 миллиона, ну 1 миллион 100. Но пробеги бывают разные. То есть, вот чем я не люблю вторичный рынок? Здесь ты себя покупаешь кота в мешке. Вот по объявлению понять ничего невозможно. Потому что смотри, вот есть машина 2013 года, 40 тысяч пробег, а есть машина 2012 года, а у нее пробег там 150 тысяч. И она 2012 года, она дороже, чем нежели вот там 2013-го с 40 тысяч. О чем это говорит? О том, что есть велика вероятность нарваться там на битый автомобиль, либо на автомобиль с какими-то там внутренними поломками. Вот давайте сейчас представим то, что мы с вами приехали покупать вот такой автомобиль, нашли какое-то нейтральное место и стоим сейчас так вот с продавцом, общаемся. На что мы в первую очередь с вами будем обращать внимание? Ну, конечно же, на лакокрасочное покрытие, на кузов в целом. Сейчас я вам со своей стороны 100% говорю, что у нас автомобиль не битый полностью. Ну, тву, чтобы ничего не произошло на будущее. Так вот, смотрите, цвет серый, да серый металлик. Вот у него есть один большой плюс, потому что на нем никаких коцок, царапок незаметно. Сейчас машину помыли, по кругу прошли, все, в принципе, в хорошем состоянии. Но в любом случае, купив ты бэушный автомобиль, что ты захочешь делать первым делом? Освежить его, чтобы ты, выходя из дома, видел такой, знаешь, новенький автомобиль. Потому что для тебя он будет именно новеньким. Так вот, загнать автомобиль на полировку, плюс сделать какое-то нанесение хотя бы в один слой, там, допустим, нано-керамики, цена вопроса будет порядка 30-40 тысяч рублей. Я называю с условием того, что, например, кузов там в плачевном состоянии. Понятное дело, что можно найти дешевле, но можно найти цену и выше. Пойдемте ближе к автомобилю. Смотрите, второе, на что бы я обратил внимание и посоветовал бы сделать то же самое вам, это оптика. Потому что это, ну, немаловажный фактор, когда ты едешь вечером, чтобы дорогу было хорошо видно. Со временем, Big Sinon, который у нас здесь стоит, ну, начинает давать не такой хороший свет, знаешь, такой более мутный, тузлый свет. Что делают в первую очередь владельцы автомобилей двух-трех уже лет? Ну, сначала просто полируют фару, раз. Это, как правило, ну, может помочь, но не сильно. Вторым вариантом, что можно сделать? Поменять лампочку. Ну, некоторым кажется, знаешь, что вообще бытует такое мнение, потому что со временем ксенон начинает светить тускнее. Да, это действительно так, но по факту, по факту, вся проблема кроется в отражателях. Они начинают просто-напросто выгорать. И именно поэтому свет становится не такой. Глубокая тема, суть какая? Легче всего здесь именно его восстановить. Не покупать новый. А вот обратись в какой-то сервис, который тебе все это восстановит. Цена вопроса будет порядка за две фары. Я думаю, ну, в районе 7-10 тысяч. Опять же, как и где-то на кого нарвешься. Противотуманки у нас здесь стоят диодные. Идут спереди парктроники. Большая звезда, ну, хромированная решетка. Ну, посмотри сам на автомобиль. На сегодняшний день, несмотря на то, что это уже получается старая версия, уже есть новый Mercedes C-класс, машина все равно смотрится еще свежо. По мне, вот, особенно в ВМГшном обвесе, машина вообще такая, знаешь, заряженная. Такая, ну, дерзкая получается. В любом случае, в регионах автомобиль будет, в принципе, еще, думаю, 2-3 года, как минимум, таким свеженьким выглядеть. Так вот, покупая такой автомобиль, многие задаются вопросы. Мы чаще пытаемся искать на них ответы в интернете. Что же смотреть? На что же обратить внимание? Давайте откроем капот. И постараемся вкратце пробежаться по самым основным известным болячкам. А болячек у этого автомобиля, я бы сказал, не так много. Первое, турбина. Вопрос, ломается, не ломается надежность? Значит, находятся люди, которые жалуются о том, что она полетела на 5 тысячах. Кто-то, говорит, на 105 тысячах. Но это из серии таких, более, знаешь, редких жалоб. То есть, неповальная проблема. Да, бывает, но, в принципе, это, можно сказать, заводской брак. Второе, значит, коробка. Семиступенчатая идет. Нарекания, в принципе, есть, но они не повальные. Все симптомы стандартные для коробок. То есть, начинает пинаться, начинает держать скорость. То есть, здесь нужно понимать, что, в принципе, бывает случай, когда ее можно по-быстрому починить. Самое главное, не запускать. Если какие-то симптомы проявляете, сразу отправляетесь на сервис, про который мы попозже обязательно поговорим. И диагностируете. Не надо запускать. Если что-то вас засмущало, надо сразу ехать на диагностику. Далее идем. Термостат. Ну, бывает, знаешь, такое то, что некоторые жалуются, там, зимой плохо греется, там, холодно в машине становится. Термостат, замена, это гарантийный случай. В районе 5000 рублей стоит термостат. Далее, рулевая рейка. Ремонт можно сделать, но он, как правило, не помогает, то есть, на короткий отрезок времени. Соответственно, если ты с этой проблемой столкнулся, сделал ремонт, то нужно уже искать сразу замену. Как правило, это альтернативные варианты, потому что, имея Mercedes, тем более на вторичном рынке, если ты его купил, вряд ли ты будешь обслуживать у официального дилера, да еще и постоянно покупать оригинальные запчасти. Давайте поговорим про двигатель. Значит, смотрите, у нас идет серия М274DE. И есть двигатель М271DE. Он идет уже на 1,8. К чему здесь ключевая значимость? Вот много споров есть. Одни говорят, 271-й хреновый, все он с косяками. Сам Mercedes вот нашел реально статью, где они говорят, это у нас самый надежный двигатель, хороший. Другие же говорят, что именно 274-й надежный. Одно поймите, пацаны. Здесь может быть проблема с цепью. Опять же, есть история о том, что в новых цешках она решена. Тем не менее, давай смоделируем с тобой ситуацию. Если ты купил себе этот автомобиль и пришел такой день, что ты утром сел на него, завел, а он, во-первых, заводится с некой затяжкой, появляется металлический звук, начинает такое, знаешь, появляться тарахчение, напоминающее работу двигателя. В первую очередь, ты должен бросить все и ехать сразу в сервис, потому что, скорее всего, у тебя появилась распространенная проблема с цепью. Что нужно делать? Ну, в первую очередь, каждые 60 тысяч цепь менять. Сам Mercedes говорит, а, не меняю, до 150 тысяч пробежит. Официальные дилеры, сотрудники слесаря, говорят то, что тысяч на 100 надо менять. Вот я нашел один отзыв, человек, который говорит, я приехал, мне на 100 тысяч порекомендовали это сделать, я отказался, на 110 тысяч он попал на капиталку. Если менять цепь, цена вопроса сегодня порядка 30-35 тысяч рублей. Если вы вот это просрете, этот момент, то с заменой уже звезд, это будет цена вопроса порядка 150-200 тысяч рублей. На самом деле, звезды очень дорогие. Поэтому лучше за этим следить. И это, на самом деле, вот я вам скажу, одна из основных проблем, на которую вы не должны забивать. Цепь и коробка. То есть, ну, диагностировать, чтобы не попасть. Я вам рекомендую, вообще, когда вы покупаете автомобиль, загонять его на диагностику не к официальному дилеру, не в какой-то там рядом стоящий сервис, чтобы там ребята посмотрели подвеску, что-то сказали. Есть такие, так называемые, клубные сервисы. Что это такое? Когда автосервис специализируется на ремонте и обслуживании одной марки. Ну, например, Мерседес. То есть, ты приезжаешь, люди там работают с С-шками, с Е-шками, и они их знают досконально. Они все эти проблемы знают. И более того, вот он приедет, ты приедешь к ним, он тебе посмотрит сразу цепь. Он тебя разберет, посмотрит твои звезды. Он тебе сможет сказать, что, в каком состоянии, чего тебе реально ожидает, стоит ожидать от машины. Сколько тебе готовят дополнительных денег на первое вложение. Потому что, когда придешь покупать ее, ну, что тебе, блядь, человек скажет? Он тебе скажет, что, да все нормально, ничего никаких проблем нет, я все диагностирую, все хорошо, машина в идеале. Ты похож вокруг нее вот так вот, да, без подъемника. Ну, что про машину можно сказать? Пнуть ее там по колесу сказать, ну, да, все нормально. Если ты обратишься к официальному дилеру, а вот что они тебе скажут? Они тебе скажут, да, там, с чем-то проблем, ну, как вот у меня была, с фарой, например, да, запотели фары, меняем. Они тебе не будут ничего им чинить. Коробка там пинается, они дают, опять же, 99% случаев, потому что они даже на машине твоей не поедут. Они там посмотрят, скажут, да все в норме, все хорошо. Поэтому идеальный вариант обращаться именно к специалистам. Если находишься в регионе, ищи такого человека. Вот нет у тебя клубного сервиса, ищи человека, который действительно профи в мерседесах. Капотик, ну, газоупорные держатели, вы все сами заметили. Кто-то скажет, что не помыли двигатель. Сюда открывают вот так же, чтобы просто удалить омывающей жидкости. Пацаны, внимание, мотор. Парни, мы идем дальше, значит, смотрите, косаемо подвески. Передняя, задняя, независимая, многорычажная. Есть нарекания, говорят, подвеска хлипенькая, слабенькая. Хочу сказать одно. Все зависит от дорожного условия. Вот у нас сейчас весна, вместе с ней тает лед. Между нами он никого не найдет. Но суть в другом. Если ты в городе живешь в таком, где будут большие ямы, ну, как вот на этой машине ездить? Да жалко же будет они на самом деле ездить. Диски у нас 17-е. Вот мы уже катались они по городу. То, что она жесткая, ну, я бы не сказал. Отмечу то, что очень много аналогов различных по подвеске. Поэтому я думаю, что на какой-то там большой ремонт ты здесь не попадешь. Но опять же, если ты берешь Mercedes, должен быть готов. И ты должен как минимум деньги какие-то иметь. Купить на последнее, потом встрять, например, на 20-ку. Говорит, блин, вот попал на 20-ку. Здесь, ну, не та история. Нужно обязательно обратить внимание на тормозную систему. Здесь она действительно слабая. Очень быстро стираются. Также быстро стираются тормозные диски. Многие ставят какие-то аналоги там немецкие. Ну, фирму сейчас точно не назову. Просвет дорожного автомобиля 140 миллиметров. Вот что я вам хочу показать. Его часто называют низким. Обратите внимание, как расположено сидение. Вот оно само по себе, по отношению к полу, очень близко расположено. Вот ты выйдешь утром на работу, пойдешь, сядь в свою машину, открой и обрати внимание, потому что, как правило, у других людей, ну, там, например, на седанах, там, японцах, допустим, сидение повыше расположено. Что это говорит? Ты, когда сядешь в машину, будешь ты сядь, тебе будет сядь комфортно. Ну, у тебя ноги там вперед уйдут. Ну, вот рядом, например, девушка сядет, или ты там пассажиром сядешь. Ноги слишком высоко, получается, задираются. Переходя к задней части автомобиля, могу отметить то, что была проблема, связанная с задними амортизаторами, но цена вопроса там невысокая, поэтому на них заострять внимание не будем. Смотрите, ну, покажи просто, сколько вот места сзади. Обратите внимание на сидение, я его отодвинул, так как сам сижу, для себя, с комфортом, то есть залазью. Опачки, опачки, да? Ну, вставки есть. Сидеть можно, нырять, ну, тесто, что тут сказать. То есть, если так развалиться, там, ноги влево-вправо, ну, по гордоку отдай ехать, там, подвезли тебя нормально. Самому же будет неудобно. Плавненько мы переходим к задней части автомобиля. Посмотрите, ну, оцените сами, задние фонари у нас диодные. В целом машина, ну, мне кажется, то, что она симпатичная. Вот что, вот какие плюсы, почему машину покупают? Ну, в первую очередь, ну, нравится людям она внешне. Я даже находил отзывы те, которые говорили, я специально взял дорестайлинговую версию, но не лежит душа кристайлинговой. Есть такие тоже. Да, драйверские ощущения. Машина хорошая. Особенно, знаешь, вот, конечно, идеальный вариант взять какую-нибудь C-63, да? Ну, ты сам все понимаешь, что есть некоторые гонщики, даже Формула-1, то есть, говорят, там, любители у каждого есть, там, C-63. Давайте посмотрим, что у нас с багажником, что ты здесь получаешь. В принципе, места здесь для C-класса достаточно положить какие-то вещи. Ты также можешь даже группно-габаритный груз положить, потому что он раскладывается вот у нас, можно откинуть сидение. Пол поднимаем, запасное колесо полноразмерное, есть там некая ниша свободная. То есть, в принципе, для того, чтобы тебе что-то перевести, нареканий у тебя не будет. Значит, смотрите, друзья, я вам предлагаю отправиться в салон автомобиля. Сейчас посмотрим интерьер, оценим его с точки зрения того, что на дворе 2017 год, и отправимся на тест-драйв, так как сегодня рабочий день, солнце уже садится, сами понимаете, все нужно успеть. Поехали. И снова магия монтажа, и я уже в автомобиле. Обратите внимание на состояние кожи. Ну, это, понятное дело, не кожа, это дермантин. В принципе, никаких морщин нету. Отделочный материал. Ну, некоторые знают, жаловаться, вот, C-класс, там недостаточно хороший материал. Все здесь достаточно хорошее. Конечно, этот пластик передний, он немного дубоват. Тем не менее, катаясь по городу, никаких посторонних звуков не замечено. Далее, смотрите. Ну, единственное, что меня здесь смущает, это вот этот маленький дисплейчик. Конечно, хотелось бы то, чтобы он был побольше. Немного такой уже более свежий, ну, как вот уже есть в новых C-шках. В целом же, здесь у нас телефон, все можно пользоваться, навигацию можно поставить, подогревы сидений, управление климат-контролем, коробка у нас имеет спорт-режим. Управлять также можно мультимедией вот отсюда, небольшим джойстиком. Раскладывается у нас подлокотник. Очень удобная вещь, когда сделан подстаканник, так что можно закрыть. Знаешь, ну, так вот, конечно, согласитесь, да? Да, симпатичнее выглядит. Раз, открыл, поставил, койф попил, закрыл. Руль, покажу просто состояние руля. Вот за 65 тысяч пробега руль как новенький. Ну, реально, как новенький. Порой бывает, садишься в автомобиль, руль ну, прямо ушатан вообще в мясо. А так, в целом, автоподъем, автозапирание замков, ничем вас не удивить. Опять же, отмечу один плюс. Вот тоже такой цвет сделан. Вот сейчас вечером садишься, когда солнца нет, никаких царапинок, ссадин, ничего не заметно. А когда делаешь, знаешь, такой черный глянец, постоянно какие-то проблемы. Крыша у нас тоже черная. В целом, в машине сидеть уютно. Но на самом деле, я сидел, не обламываюсь. Тут сидишь, комфортно. Когда я ехал, я думал, будет хуже. Знаешь, что-то я думал, потому что, ну, блин, сейчас сидишь, как-то мало будет места казаться. Ошибался. Места, мне кажется, здесь вполне достаточно. Ну что, поехали, прокатимся и посмотрим, как он будет себя вести на ходу. Итак, мы едем по городу. В первую очередь, хочу сказать то, что зеркала небольшие, но обзорности достаточно. Левое, правое зеркало, и салону его хватает. Так, чтобы приходилось что-то присматриваться, нет такого. Лежащий полицейский, сейчас один проехали, вот едем второй. Скорость 40. Очень часто слышал то, что жесткая подвеска, зубодробильная подвеска, и ты по-любому то же самое слышал, согласись. Надо самому тебе прокатиться. Приедешь, заходишь купить, возьми, обязательно покатайся, поезди по разбитой дороге. Жесткость я заметил, только выходя на проселочную дорогу. Вот выезжаешь прям как в деревню, уже все, там, да, как-то неприятно. Какие-то легкие стыки, машина реально глотает. 17-е диски, я бы на подвеску вообще не пожаловался бы. С уверенностью могу сказать то, что очень хорошо слышно, как работает турбина. То есть, когда прям газку поддаешь, слышно то, что она подключается. Подхват действительно хороший, динамика разгона 80,5 секунд. То есть, ну, мы сейчас с горочки спускаемся. Если газку в пол дать, знаешь, есть такой некий толчок в спину, которого нет у автомобиля передний привод. Ну, скажи, пожалуйста, за рогу, чтобы ребят видели. Вот у них заплатки, да, после весны сейчас. Ну, весна, точнее, пошла, делают. Я еду, но реально все глотается. Маневренность автомобиля отличная. То есть, вот пернат там перестраиваются, знаешь, ну, нет какого дискомфорта, он не кренится, машинка низенькая. То есть, для любителей покататься, резвой езды. Кто любит в городе, знаешь, не мяблит, как я говорю, что-то толкаться там потихонечку, а так раз-раз уже в данках, уже на работе, уже там, ну, все в пределах разумного. Понравится рулежка. Автомобиль оборудован системой старт-стоп. Вот мы сейчас стоим на светофоре. Он заглох. Я педаль отпустил, он завелся. Может быть, это топливо как-то экономит, но в среднем расход топлива у автомобиля составляет в смешанном цикле порядка 8-9 литров. Ну, 10 литров для города, это, в принципе, я думаю, это будет уже даже много. Шумоизоляцию автомобиля. Когда читаешь чужие отзывы, вот, шумка хреновая, нормальная шумка, едешь, вот, сейчас лето, уже, можно сказать, да, асфальт, шипованная резина, но прямо такого дикого шума нету. То есть, ну, на самом деле, вот, едем, смотри, выключили все, выключили музыку, выключили кондиционер, все, тихонечко едем, едем как 80 км. Ну, да, слышно то, что едешь от того, что резина шипованная, все. Поэтому, понимаешь, здесь все дело вкуса. Одни говорят, хреново, надо все шумить, другие говорят, нормально. Поэтому, принимай решение самостоятельно, постик тест-драйва. В заключение хочу сказать по поводу содержания автомобиля, именно цены на него. Друзья, это все сугубо индивидуальный вопрос. Почему? Первое, один каска сделает полную, второй каска сделает угон, тотал, третий вообще ее не будет делать. Далее, кто-то купит автомобиль в хорошем состоянии, кому-то, да, останется машина, в которой, например, подвеску нужно будет перебирать. Поэтому, здесь лучше каждому считать самостоятельно, потому что, можно назвать условные цифры, с ними кто-то не согласится, кто-то согласится, должны быть денежки. Не так, что на последний купил, доход у тебя 30 тысяч в месяц, и ты потом сидишь там, жалуешься и платишь, а машина стоит во дворе, не заводится. Вот такие дела. Друзья, вот таким получился у нас данный видеообзор. Смотрите, в каждом видеоролике я стараюсь быть максимально объективным. Поэтому, если я что-то где-то не так сказал, подкорректируйте, напишите обязательно в ваш комментарий все, что вы думаете по поводу данного автомобиля, либо же, вы, наверное, видите какую-то альтернативу при условии того, что автомобили стоят, ну, в среднем, на вторичке миллион-миллион четыреста, вот в этом диапазоне цены. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь обязательно на инстаграм-канал, потому что туда я выкладываю анонсы, где спрашиваю ваше мнение. Вы можете еще до начала съемок про автомобиль что-то посоветовать, сказать, на что обратить внимание. Канал не мой, канал наш. Поэтому ставьте лайки, пишите ваше мнение. До новых встреч. Всем пока-пока.